Цифер вот в фейсбуке и я вижу себя в трех экранах, потому что у нас сейчас уроки идут прямо в конце года, сделали этап в технологическом развитии и сейчас у нас уроки идут одновременно в фейсбуке, одновременно в ютюбе и одновременно в инстаграме. Представляете, три соцсети и везде есть Тора, то есть мы прямо сейчас светом Торы освещаем весь мир, можно сказать, да, и так как у нас участники уроков находятся в разных странах мира, можете даже написать, вот интересно, кто где находится, шалом, доброе утро и где вы, где вы интересно изучаете Тору. И представьте, карта такая, как Аганти в мире, где каждый раз, когда вы изучаете Тору, в этот момент зажигается духовный свет, связь с Богом и вот этот вот как светлячки такие, да, идет вот этот духовный свет и чем больше будет духовного света, тем более будет мир светлый. Чем более будет мир светлый, тогда знание Боди наполняет весь мир и он переходит на следующую ступень в своем развитии. Вот, поэтому очень важно, очень важно учить Тору, изучать Тору, думать Тору, говорить словами Тору, это все очень-очень важно. В любом месте, где вы находитесь, Харьков, вот я знаю, Харьков, видно, это очень святое место, Сочи, Сочи, Омск, вот тоже очень святое место. Италия Винтимилия, конечно, Давид Кост в очень хорошем месте изучает Тору, Италия Винтимилия, наверное, красивое название. Беларусь, Шалом из Минска, Москва. Хорошо, дорогие друзья, все, мы продолжаем, продолжаем изучать Мишли, у нас есть прямо конкретная книга, которую мы изучаем, это притчи царя Соломона, сейчас мы находимся в 22 главе, осталась всего 31 глава. И с Божьей помощью мы в этом году, вот сейчас начинается сегодня вечером Новый год, и мы закончим притчи изучать в этом году, и с Божьей помощью я хочу издать прямо книгу по этим урокам. И будет очень хорошо, тот год закончился хорошо, и следующий год начнется еще лучше. Самое главное сейчас перед Роша Шана, это сделать правильные планы. Правильные планы на будущий год. Ночью, сегодня ночью, завтра, два дня подряд, будет как ринген, каждого Бог будет просвечивать насквозь, и просветив насквозь, будет, получается, что не то, чтобы Бог судит. Бог выходит в качестве, в котором он судит, можно так сказать, что такое суд, это мера за меру, то, что человек делает, этим же ему и отмеряется. Как на Востоте это называют закон кармы, а мы это называем мера за меру. Именно вот сегодня, вечером, завтра, идет ринген такой, и то, что ты делал, и то, что ты собираешься делать, это и является свидетелями на твоем процессе, можно так сказать. И тебе выносится матрица твоего будущего года. Поэтому я всем желаю наполнить свои планы, прям сесть, записать свой дневник, запланировать, чтобы будущий год посвятить больше времени своему духовному развитию, больше времени для того, чтобы усилить свою душу и соединиться на уровне интеллекта с Творцом Мироздания. И, значит, вот этот план Бог даст силой для его выполнения. Хорошо, 18-го отрывок. Говорит нам царь Соломон следующая вещь. Говорит он так. Кинаим китишмерем. Он говорит, и это приятно. Кинаим китишмерем. Приятно, что ты их сохраняешь. Слова Торы. Бебитнеха. В животе твоем. Очень интересно. Если по-простому читать, непонятно. Как можно сохранять слова Торы в животе твоем? И кану яхдав аль сфатейха. И они установятся, утвердятся вместе на твоих устах. Значит, мы в предыдущем отрывке, если мы соединим с 17-м отрывком, то мы тогда вспомним, что он нам говорил вчера. Вчера мы изучали этот ров вчерашний. Что преклони ухо свое и послушай слова мудрецов. Мудрецы это те, которые слышали от других мудрецов. То есть Тора передается от горы Синай, от Моисея, от Маши Рабейна. Тора передается на протяжении уже больше трех тысяч лет. Из поколения в поколение есть мудрецы, пророки. Которые всю свою жизнь посвящают только тому, чтобы посвятить себя. Посвятить такое слово на русском. Посвятить это как сделать себя светом. И вот они посвящают себя тем, чтобы соединиться с божественным светом. И в 17-м отрывке вчера мы учили. Преклони ухо свое и слушай слова вот этих мудрецов. Я вспоминаю, что есть такое выражение в Талмуде, что раввин, у которого ты учишь Тору, он должен быть как малах, как ангел. Как ангел Всевышнего. То есть это нужно искать. Самое большое счастье найти таких раввинов, таких мудрецов, у которых можно услышать настоящую Тору, которая без искажений передается от Маши Рабейну. Мне повезло, я считаю, это самое большое везение в жизни. Что я пять лет учился у Раб Ицка Казильбера. Был такой великий праведник. И это был настоящий ангел. И значит в 17-м отрывке 22-й главы, что мы вчера учили, царь Саламон нам сказал. Преклони ухо свое и слушай слова мудрецов. Вели беха, ташит ли дойти. И твое сердце, имеется в виду твое подсознание, твой жесткий диск, ты со всеми твоими убеждениями, верованиями, планами, ценностями и так далее, он говорит, соедини с познанием меня. То есть это сказал царь Саламон, пророк. Значит, что имеется в виду? Вот смотрите. Я могу прочитать любую цитату любого мудреца. Даже не мудреца. Вот просто сейчас популярно пишут цитаты разных великих людей. Что значит цитата великого человека? Он, эту мысль, он ее думал и он ее сказал кому-то. И тот, кто ее услышал, записал и говорит, вот это цитата, вот это круто вообще, такая мысль бомба. Теперь эту цитату читают другие люди. Но спроси этого же человека через месяц. Слушай, а что говорил там Черчилль, или что говорил Стив Джобс, или что говорила там Дональд Трамп? Он говорит, не знаю, что он говорил, я не помню. Это значит, что знание, которое ты слышишь и понимаешь, оно и остается где-то там. А важно, чтобы то, что говорил царь Саламон в 17-м отрывке, чтобы ты слова Торы, которые ты услышишь, чтобы ты их сделал своим познанием, чтобы они стали частью тебя. И вот сейчас, в 18-м отрывке, он это объясняет и говорит. Потому что приятно, он говорит, это классно, когда у тебя внутри слова Торы. Он говорит, это настолько приятно, когда они сохраняются в твоем животе, имеется в виду в твоем подсознании, то есть они записаны на твое тело. И они установлены на твоих устах. Когда ты знаешь, вот когда спрашивают человека, а ты знаешь это? Не так, вернее. Вот если учитель преподаватель, он преподает в школе, он рассказал урок. Как ему узнать, что люди, дети, которые его слушали, они его поняли, и они этот урок усвоили? Как узнать? Только есть один критерий. Если они могут сами объяснить. То есть вот эти, знаете, как было в школе, там еще где-то. Ну ты понял? Понял. Объясни. Все, не можешь объяснить, не понял. И это то, что вот здесь говорится. То есть ты вначале услышь, потом перевари, запомни, сделай это частью себя. Но в какой момент ты узнаешь, что они стали уже частью твоего тела, как бы вошли в твой живот, да? Дословно, как здесь сказано. Только в момент, когда они будут на твоих устах. Только в момент, когда ты можешь их произносить, вот эти слова Торы, слова мудрости, которые ты услышал, понял и запомнил, только в этот момент это ты знаешь. Поэтому я вам советую очень сильно в конце каждого урока писать выводы свои, да? Записывать выводы. Эти выводы кому-то объяснять. Эти выводы объяснять даже себе вслух. То есть мы учили как раз в первых главах, что Кашрем Слава Торы, повяжи, Царь Славон сказал, Кашрем Аль Гаргаратеха, повяжи их на горло свое, Катвем Аль Луах Либеха, и напиши их на скрижалях своего сердца. Что значит написать Слава Торы на скрижалях своего сердца? Это значит, что ты закрываешь глаза, и ты видишь этот отрывок. Ты прям его видишь, как он написан, ты можешь его увидеть. Это значит, что он у тебя есть. Я когда-то изучал тоже в психологии, есть такой метод запоминания. Когда ты хочешь запомнить правописание какого-то слова, то ты представляешь закрытыми глазами на доске, как ты пишешь это слово. Просто вот хочешь запомнить какое-то слово? Закрыл глаза, представляешь, как ты его пишешь на доске, маркером или мелом на доске. И ты его пишешь, ты представляешь справа, как будто бы, да, внутри, что ты его пишешь. А потом его надо передвинуть влево. И тогда запоминается. То есть интересно, что в мосте есть разные отделы. И так вот вычислили, что когда человек фантазирует, у него глаза уходят вправо. Когда человек вспоминает, глаза уходят влево. Можете проверить, кстати, вот любому задать вопрос. Скажи, что ты кушал там вчера на завтрак? И он, когда начнет вспоминать, он сделает глаза влево. Это очень интересно. Еще раз давайте. 18-й отрывок. Саламн Царь Саламон. Ти наимки, тишмарембы, битнеха. Приятно, когда ты слова Торы сохраняешь в своем животе. Тебе же приятно. То есть у человека постоянно всплывают какие-то мысли изнутри. Вот только ты останавливаешься, вот сейчас я говорю, вы слушаете. Идет поток, вы слушаете, слушаете. Нету даже времени подумать. Теперь, но если я останавливаюсь, у вас сразу же включается внутренний диалог, у каждого. Включается внутренний диалог. А что всплывает? А всплывают ваши мысли, которые у вас на жестком диске. Откуда они туда взялись? Не помню. В какой-то момент запомнил одно, в какой-то запомнил другое. В молодости все запоминается. И получается, что у большинства людей его внутренний вот этот жесткий диск подсознания заполнено какими-то идеями, которые непонятно откуда взялись давным-давно. Говорит нам царь Соломон, приятно, если ты сохранишь слова Торы, которые ты услышал от мудрецов у себя в животе, и они будут на твоих устах. Ты будешь сам их произносить. Мы учили в Перте вот, что тот, кто учит, изучает Тору для того, чтобы обучать, ему с неба помогают и изучать, и обучать. То есть сам подход к мудрости, к словам Торы, когда ты изучаешь, чтобы потом лучше кому-то объяснить, он помогает тебе их запомнить. Тот, кто учит для того, чтобы делать, чтобы это применять, что это не просто я да, послушал, вот это мудрость, да, рассказал кому-то. Нет, я слушаю для того, чтобы изменить свою жизнь, для того, чтобы начать делать то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Тому с неба помогают изучать, обучать, запоминать, лишмор веля асот и делать. Вот я как раз, видите, у меня сейчас всплыла мысль, очень важно. Сегодняшний урок посвящается очень большому другу Ваикра. Он в память о своем отце просил меня сделать в Роша Шанаже, судят не только нас, не только нас живых, но судят и тех, которые уже ушли в духовные миры, и там находятся их души. И душа человека, она уже ничего сделать не может. Но то, что он оставил в этом мире, дает ему или духовную энергию, духовный свет, и он там поднимается на следующий уровень, или же оно может его даже вредить ему, если он оставил здесь каких-то потомков злодеев, которые делают зло. Так вот, друг Ваикры, он попросил, чтобы в честь его папы, папу его зовут Феликс Бен Ноах. Феликс Бен Ноах, чтобы этот урок сегодня, то, что мы изучаем, чтобы вот этот свет, который поднимается на небо, шел в заслугу поднятия души, Феликс Бен Ноах, который, его сын, очень помогает Ваикре, и, значит, помнит о своем папе. Это очень важно, что, кого мы оставляем в этом мире. Все, очень важно, чтобы мы об этом помнили, о тех, кто нас в этот мир привел, и старались им помогать, своим родителям, своим дедушкам, бабушкам, которые там уже находятся на небе, и ждут нашей помощи. Все, теперь, значит, видите, почему я об этом вспомнил? У меня вчера, мы с ним договорились, он меня попросил, и в этот момент я провожу урок, что всплывает из подсознания, и я чуть-чуть замедлил речь, и у меня тут же, оп, и всплывает Феликс Бен Ноах, что я вчера обещал. Так устроено мышление. Поэтому слова Торы, мы уже во взрослом возрасте, нам повезло, столкнулись с высшим вообще знанием, которое есть в мире. Но теперь это знание надо не просто услышать и почувствовать, что оно есть классно, свет, Бог, душа, красиво, а именно его нужно сделать с собой. А уже взрослому человеку, который я начал изучать Тору в 26 лет, а до 26 лет у меня был, я знал весь репертуар Александра Разенбаума, например, я пел эти песни. Зачем мне, я же их уже не забуду, что над озером летают утки, мне теперь надо постараться, чтобы вместо уток, которые летают над озером, потому что утка осенью в большой цене, мне нужно запомнить что-то лучше про Роша Шана. Зачем мне эти утки нужны, Разенбаума, которые летают над озером? Понятно, да, идея? Все, а для этого нужно только произносить слова Торы, изучать, произносить, повторять. Все. 19 отрывок. 19 отрывок как раз вот нам перед Роша Шана дает очень такое фундаментальное одно знание, которое надо об этом помнить. Значит, 19 отрывок. Льет баашем мифтахеха, чтобы было в Боге, дословно переводится, чтобы было в Боге твое, опора твоя, мифтатеха, это бетахон, это уверенность твоя, чтобы ты полагался на Бога, чтобы была в Боге твоя опора, о да тихо, о да тихо, о йом аф ата, сообщил я тебе, научил я тебя сегодня так же этому. Говорит нам царь Соломон следующую вещь. Он говорит, а зачем, вот в этом отрывке в 19, понятно, зачем, чтобы Тора вошла в тебя. Он говорит так, что смотри, каждый человек, он чем занимается вот с утра до ночи, он решает какие-то проблемы. Каждый человек, неважно, даже там очень богатые люди, он с утра просыпается, у него проблемы. Проблемы со здоровьем, проблемы с налоговой, проблемы с какими-то бизнесами, проблемы с, ну там, у каждого есть проблемы. Теперь, и каждый человек, он пытается, он на что-то пытается опереться в своей жизни для того, чтобы обезопасить себя. То есть, это как бы основа, это внутренний двигатель всех людей. То есть, люди стремятся обезопасить себя, и люди стремятся получить, выжать максимум удовольствия из существующего момента. То есть, если у тебя нету проблем, ты стараешься выжать максимум удовольствия и предохраниться, чтобы завтра не было проблем. То есть, глобально все люди вот так вот по миру бегают с одной целью. Убежать от проблем, получить больше, выжать больше удовольствия и постараться, чтобы завтра не было проблем, как-то обезопасить завтрашний день. Говорит царь Соломон, Зачем учить Тору? Зачем нужно тебе, чтобы ты внутри был полностью соединен со Всевышним? Потому что, он говорит, чтобы была в Боди твоя уверенность То есть, если ты осознаешь и понимаешь, что ты, кто я, кто главная часть тебя Это душа и это свет То есть, в принципе, ты не тело, ты не мысли, ты свет Ты свет, часть Всевышнего И Бог, который творец мира, который дает всему миру жизнь Если ты с Ним соединился и осознал эту свою связь То ты в Боди находишь полностью опору и уверенность То есть, как говорил царь Давид Он говорил, даже если я буду идти долиной смерти Он говорит, не будет никакого зла со мной Ты со мной-то всегда, ты со мной, я с тобой Мы в домике, все Тело это биоскафандр, в котором очень классный биоскафандр В котором я хожу То есть, представьте, какое тело у человека умное Как Бог сотворил человека Что можно мыслью управлять телом То есть, ты думаешь, чтобы рука пошла Рука пошла Ты какую-то идею подумал А звук передается, речь выходит изо рта То есть, это не тебе скафандр, который управляется духовной сущностью человека Есть душа, есть интеллект И есть вот это вот запрограммированное тело, которое по-любому умрет В какой-то момент душа выходит из тела И вот большинство людей, они не думают о том, что я это душа Они думают, я это тело Поэтому вся их жизнь крутится вокруг того, чтобы обеспечить безопасность тела И они не могут обеспечить его безопасность Тут корона, тут машины, тут какие-то гриппы Холодно, жарко, старость и так далее То есть, у человека очень сложно Если он думает, что я это тело, ему очень сложно 19-й отрывок, говорит нам царь Салмон Льет ба шем мифтатеха Чтобы была в Боге опора твоя Уверенность твоя, чтобы была в Боге О да, тихо ойом афата И я тебе сообщил это сегодня Вот именно это и есть главная цель Торы Чтобы осознать свою связь со Всевышним Свою высшую духовную сущность И соединить свой интеллект с высшей своей душой И со Всевышним, который является как душой всего мироздания Который наполняет все мироздание Создал все мироздание Управляет мирозданием и так далее И главный смысл Роша Шана Главный смысл Роша Шана Это принять на себя ярмо Оль Малхуд Шамаян То есть, вот сегодня вечером Все садятся в Кто в синагоге, кто дома И говорят Богу Атамела, ты царь, ты царь, ты хозяин Я знаю, что весь этот мир твой Я твой, все твое, законы твои, мир твой, все твое Ты царь, и я с этим согласен, я готов У меня нет никаких вопросов Все для тебя, все от тебя Я с тобой, все отлично Вот это смысл Роша Шана Принять на себя всем сердцем Всей душой Всеми силами Потому что если ты два дня посвящаешь Всевышнему То это ты как бы посвящаешь свою жизнь Всевышнему Принять на себя ярмо Малхуд Шамаян Как бы ярмо Царства Небесного И тогда будет в боди твоя уверенность Тогда тебе весь год нечего бояться Ты весь год счастливый, довольный Все, даже если буду идти долиной смерти Говорил царь Давид Лой Рара Он говорит, не будет зла, киота и мади Потому что ты со мной Все Вот это смысл, чтобы мы сегодня осознали Эту главную идею вечером И чтобы как следствие осознание этой идеи Были записаны в книге жизни В книге добра, в книге света В книге благосостояния В книге радости В книге радости от того, что нам повезло Проходишь этот мир, уходишь из этого мира Потом идешь выше, выше, выше И с Божьей помощью, чтобы в этом мире 120 лет Чтобы у всех было все хорошо И дальше, чтобы было еще лучше Все, на сегодня мы заканчиваем этот урок Еще раз всем желаю Ктивавы Хатима Това Это чтобы всех записали и запечатали в хорошей книге Желают, чтобы была шана Тувавы Метука Это чтобы год был хороший и сладкий Почему хорошие и сладкие желают? Потому что иногда бывает добро приходит очень несладким путем Чтобы человек осознал свое добро Иногда ему приходится очень сильно пострадать Для того, чтобы выйти на правильную дорогу Иногда лечение, оно очень болезненное Но оно человека вылечивает Поэтому желают, чтобы год был хороший и сладкий Чтобы это добро пришло сладким путем Чтобы не приходилось Всевышнему нас увещевать, наказывать, пробуждать Чтобы не приходилось нас запирать по домам Чтобы мы по шаббатам не ездили Это же интересно Второй подряд праздник Весь Израиль закрывается на карантин Нельзя ездить Все То есть для религиозных людей это нормально Мы и так не ездили по праздникам Нельзя ездить по праздникам по шаббатам Но нерелигиозный Израиль, он страдает Он говорит, как же так, почему карантин А вот так, если бы не ездили по праздникам Не надо было бы закрывать на карантин Раз вы хотели ездить по праздникам Будет карантин. Все. Значит, чтобы Бог нам давал добро только сладким путем, не приходилось нас наказывать, пробуждать. Мед надо кушать с яблоками именно для того, чтобы пожелать вот это пожелание. То есть все внешние атрибуты, которыми во время стола, знаете, есть разные симонимы, там яблоко макают в мед и говорят, чтобы год был хороший и сладкий. И съедают. Берут гранаты, зернышки граната, говорят, чтобы было у нас заслуг перед Богом, как зерен в гранате. То есть можно взять пепси-колу, сказать, чтобы была у нас жизнь сладкая и пузырчатая, как пепси-кола. Но то есть все симонимы, все вот эти вот знати, они нужны только для того, чтобы подумать и сказать доброжелательное пожелание себе и близким. Это очень важно. Два дня благословляйте только, прям только добрые слова, пожелания себя, близких. Ничего плохого, ни одного плохого слова, ни про себя, ни про близких, ни про мир. То есть Бог приходит судить мир, а мы в это время все добрые, хорошие. И Бог говорит, ну отлично, если они друг друга любят, так мы наказывать никого не будем. Все. Тивава Хатима Тува, чтобы год был хороший и сладкий, и чтобы заслуга от этого урока идет для поднятия души Феликс Бен Ноах. Очень тоже знаковое имя, Феликс Бен Ноах. Ноах это как был Ноах, который построил Ковчег. Все. Удачи, успехов, всем счастливо. Так. Все. Сейчас секундочку.